Почему? Мы с тобой выбрали канаду. И как это получилось? Ну, Олесь, а ты что, забыла, что ли? Сейчас я тебе напомню. Ну, сейчас я тебе напомню. Помнишь, когда я возвращалась из консульства? Да я не помню, то ли польского, то ли русского. Ну, короче, по дороге. Ну, может, русского. Когда я шла по дороге, то впереди себя увидела идущая пара. Мужчина с женщиной. И они громко разговаривали. Где было? По-моему, в Варшаве. Ну да, если почет... А, почетво, ладно. И они говорили по-русски. И я так удивилась и думаю, что в Варшаве они говорят по-русски. Но я услышала слово «Канада» и решила к ним подойти. А почему именно «Канада»? И почему я к ним решила подойти? Этого я не знаю. И меня Бог, наверное, привел к этим людям. Но я подошла к ним, стала с ними разговаривать. Что и как, что «Канада». А они стали говорить мне о примечательностях, о доступопримечательностях, о возможностях житья в Канаде. Что пожилые люди, прожив 10 лет, получают пенсию приличную по сравнению с польскими и российскими мерками. Что социальное обеспечение на высоком уровне. что отношения к инвалидам очень лояльные и очень внимательные. Ну и, в общем, я решила, сама зная, что когда я пришла домой, я говорю, Олесь, давай посмотрим, что такое «Канада». И с чем они летят. Ну вот, мы открыли Канаду. Ну и посмотрели там, что и как. А почему именно Ванкувер? Потому что, во-первых, у него в Ванкувере, это относится к Бритойской Колумбии, к провинции. И там, и в Ванкувере довольно-таки приемлемый климат. То есть зима очень короткая. Там 2-3 дня, может неделя. Правда, выпадает прилично снега. Но все это быстро дает, все это убирают. А потом, что сам Ванкувер находится на берегу океана, дает способств... А, с одной стороны, а с другой стороны находятся горы. И благодаря этому климат здесь такой умеренно континентальный. Летом бывает жарко. Осень очень прекрасная, очень красивая. Сама ты знаешь. Даже мы снимки с тобой делали как раз. Как только приехали и пережили первую осень. Это знаешь, у тебя же даже есть дневник такой под золотыми клёными. Да. И ты вела его какое-то время, а потом бросил почему-то. Надо опять себя заставить, чтобы его везти. Да. Хотя уже таких событий не совершаются, как были. Поэтому... Да. И очень прекрасная весна, очень много зелени, очень красивые деревья, газоны. Все очень ухоженно, все такое яркое, зеленое. Особенно меня поразило. Хотя по городу, во-первых, одноэтажные и двухэтажные домики. И не у всех домов есть такие ограждения, такие заводы, как, например, в Польше или в России туда 2 метров высоты. А здесь просто, может быть, окаймленная эта лужаечка каким-нибудь зеленым насаждением, кустиками. И, пожалуйста, может даже перейти, и не будет проблемы. Еще поразила сама территория Ванкувера, что она доступна для колясочников, что она доступна для тех, кто имеет проблемы с движениями, что нет бордюров, что когда улица переходит в другую улицу, плавный переход, что есть, когда переходить через дорогу проезжую, то опять же есть такие склоны, спуски. А еще меня поразило, когда первый раз увидела автобус с низкой подлогой, то есть с низкой платформой, которая автоматично водителем опускается и поднимается, по которой инвалид может въехать на коляске. и причем в самом автобусе, но это уже другая история. И, конечно, я не знаю. 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 И меня поразило многолюдие инвалидов на колясках. И причем коляски такие усовершенствованные, электрики, о которых Олеся мечтала еще в Польше, но у нас не хватало. А, я мечтала для Олеси приобрести такую коляску. Но в Польше это вообще была мечта и мечта. Здесь же, после того, как мы подали просьбу, аппликацию, на приобретение коляски, нам, правда, пришлось ждать пять лет, но Олеся получила эту коляску электрик, на которой она первый раз, когда выехала, почувствовала себя вольной, как вольная птица, которая может полететь туда, куда хочет, там, где хочет и когда хочет. Да. Но перед тем, как освоить эту коляску, она, конечно, перенесла много ударов, как об стенки, как об коридоры, а чтоб даже однажды сломала себе палец аж до конца. Ладно. Ладно. Ладно, об этом не будем. Об этом не будем. Не будем. Охренеть. Не. Не будем. Вы что веселым.